Дорогие друзья, здравствуйте! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Московское время, 14 часов 4 минуты. В эфирной студии ослепительное и солнцеподобное Александра Хайрулина. Роман Шахов. Друзья, ну что мы? Вы нас уже видите и наблюдаете какое-то время. А у нас в гостях гости чудесные. Тем более, что впервые, надо сказать. Это точно. Так что с дебютом сейчас поздравим и самое главное расскажем подробно о творческом жизненном пути. Потому что наша гость является лицом, так сказать, вокалистка, очень хорошей, молодой, замечательной команды группы «Летать». У нас в гостях Полина Новикова. Полечка, привет! Светлый, чудесный человечек. Включаем микрофон, чтобы было слышно нашу гостю. Очень рада тебе. Мы обязательно сегодня посмотрим клип твоей команды. Но надо сказать, что наши зрители и слушатели уже в курсе, но с недавнего времени, не так давно. Ну и команда-то ваша «Летать», она же тоже, в общем-то, нельзя сказать, что насчитывает там уже десятилетия. Сколько вам? Пока еще нет, но мы надеемся, что... Когда вы начали летать, Полина? Начали летать. Ой, это, наверное, долгая история. Но официально нашей группе вот три года. Но началось-то все вообще давным-давно, еще с детства, когда еще не было никакой группы «Летать». Ты имеешь в виду петь? Вообще, да, петь. Ты начала раньше, чем говорить? Ну, на самом деле нет, потому что я в детстве была очень зажатым ребенком, очень скромным, стеснительным. И меня вот родители, помню, засовывали во всевозможные кружки, в Тодо, станцевать в театральной студии. Это все в Москве происходило, да? Да, в Москве. И удивительно вообще, что я теперь выступаю на сцене. Ну вот видишь, значит, не зря, не зря. Помог папа и Виктор Цой, правильно? Да, я смотрю, все уже в курсе, я постоянно рассказываю эту историю. Ты же публичный человек, конечно, мы все знаем. Да, действительно, мне в 13 лет захотелось вдруг научиться играть на гитаре, и я пришла к папе, да, и говорю, что я хочу играть. Так что первая песня была, действительно, Цой, пачка сигарет. Папа у тебя музыкант, кстати? Папа нет, не музыкант. Абсолютно случайно научился. Он музыкантский человек, он разносторонний человек абсолютно. Папа занимается вообще кино и продюсированием. А, так поэтому все-таки твой выбор пал на группу кино, Полин. Ну я не понимаю, как девочка в 13 лет захотела научиться играть именно песню «Пачка сигарет». Даже не, не знаю, не что-то другое. Наверное, это Владимир и его папа просто. Это была довольно простая песня для первого. Слушайте, действительно, она несложно играется, эта песня, Виктория. Полина, не закурила ли ты из тех самых пор? Скажи, пожалуйста. Я никогда не курила. Не заялый курильщик. Очень интересная история. Написано везде в интернете о вашей группе, что участники абсолютно с разных уголков России. Как же тогда ты набирала эту команду? Какой ты кастинг был объявлен? Как ребята собирались? Да, в общем, немножечко возвращаясь к своей предыдущей истории, что это всегда было хобби для меня, музыка. То есть я вообще закончила факультет журналистики. МГУ, на секундочку, да. Я вообще не думала, что так сосложится. Да, и очень рада, что так сосложилось. То есть музыка для меня была всем, я это главным увлечением. И через какое-то время подумала, почему бы не собрать команду, просто попробовать. Но всегда это правило было такое, что должно все делать в удовольствие. Ни в коем случае не зацикливаться, если что-то не получится вдруг. И мы набрали команду. Действительно, первый человек у нас был наш барабанщик Дмитрий Лобанов. Он сам из Санкт-Петербурга, но уже какое-то время, несколько лет уже живет в Москве. И, соответственно, он же и помогал подбирать всех музыкантов. Так как я была новичком, я музыкантской тусовки не крутилась. Ты встретила Лобанова, и все завертелось. Да, все завертелось. Действительно, были кастинги, смотрели разных гитаристов, клавишников. Сейчас у нас девочка-клавишница прекрасная, Анна Насачева. Вот Сергей Рощупкин, гитарист. И Семен Лепешкин, бас-гитарист. Такая у нас команда, наш золотой состав. А почему же все-таки выбор пал на журфак? Почему же тогда это, не знаю, у меня не был какой-то профильный вуз? Ну, честно, я... И Политова Иванова, да, расскажем. Я буквально за полгода до поступления решила, что пусть это будет журфак. Я вообще не знала тогда, чего я хочу. Пить я и так умею, сказала Политова. Нет, я как раз хотела пойти учиться пению. Думала, может быть, пойти в Гнесинку или вообще уехать в Англию, поступать на музыкальные. Но почему-то, наверное, на тот момент я испугалась, потому что... Не думала, да, что из этого может стать профессией. И подумала, почему бы нет. И факультет журналистики прекрасное образование. Кто будет спорить с этим, когда речь идет об МГУ? На этой оптимистичной ноте, дорогие девочки, мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем хорошую песню. Пройти грим у нас, и потом сразу же продолжим общаться с Полиной. Оставайтесь с нами. Друзья, три года назад они влетели в российский шоу-бизнес, и полет нормальный. Полина Новикова, лидер команды под названием «Летать». Сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Воль, сколько на сегодняшний день в вашем репертуаре песен? Ну, песен 20. Ну, на концерте мы исполняем, да, песен 18. Ну, альбом уже. Альбом-то он, ну да, там уже на 2 или 3 альбома песен полно. Скоро вот мы приступаем. Зачем же дело встало? Просто как-то, наверное, вот сейчас как раз пришло время, пришло время, чтобы как раз и все записать, и презентовать альбом. Ну, как раз вот песню и клип, на который мы сегодня услышим, увидим в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ», «Там, где нет тебя». Там, где тебя нет. Там, где тебя нет, простите, я выучу обязательно. Набирает огромное количество просмотров, прослушиваний в интернете, и уже разобрали из танцы, крутит себе эту песню. Ну, для нас это очень приятно, конечно, потому что тоже... Да, но она... Ты не пишешь же сама, да, ни слова, ни музыку. Вот недавно я начала писать, наконец-таки, мне прорвало. Всегда вот очень... Музыку и стихи сразу. Как у тебя? Целая песня. А вот эти 20 песен тогда, это разные авторы или какая-то одна команда работают? Нет, это вот люди в нашей команде, некоторые песни пишут, наша клавишница Аня Насачева. Слушай, ну ведь папа начинал, по-моему. Да, остальные песни Сергей Новиков пишет. А вот эта именно песня, о которой мы говорим? Это тоже он автор, да, так что, конечно, нам повезло с нашим автором, потому что мы очень гордимся нашими песнями. Но ты не сомневалась ни на секундочку, когда вот выбирала эту песню в свой репертуар, чтобы команда ее играла? Нет, конечно. Ты сразу понимала, да, что в ней что-то есть и надо браться? Это одна из наших самых первых песен, и, наверное, она может показаться простой довольно-таки, то есть по исполнению, по вокалу кто-то может сказать, ой, там ерунда спеть, нет супервысоких нот. Но дело не в этом. Дело не в этом, конечно. В этой песне именно дело в стихах. И в подаче, и в манере, и в душе твоей, которая там слышна очень. И на самом деле было очень непросто ее записывать, исполнять, я прям помню, заморачивалась, сделала кучу дублей, чтобы все через себя пропустить. Я прям помню, ее записывала, у меня просто трясло, и аж прям слезы потекли. Я говорю, все, этот дубль мы берем, это оно. Так, значит, что получается? Записывала песню, рыдала, потом во время съемок тоже рыдала, потому что там какие-то происходили вещи. Страха, скорее, во время съемок. Мне как тяжело, работа далась, вы можете себе представить? Мы посмотрим клип, да? Съемки клипа проходили в Ялте, в Крыму. Там, конечно, невероятно красивые кадры у вас, потрясающие. Но а рыдала ты там, почему? Кто тебя пугал? Рыдала я, собственно, в горах. Пугал меня наш суперрежиссер Виктор Вилкс, который снимает вот у нас уже, это третий был клип. Первый просто еще не вышел, но скоро мы его тоже выпустим. Когда? Сразу, когда? Пока еще не знаем, мы ждем подходящего момента. Ладно. И с таким режиссером, как Виктор Вилкс, рыдать не, не рыдать невозможно, потому что человек такой, любит экстрим риск. То есть если ему что-то взбредет в голову, просто чтобы это красиво смотрелось в кадре, неважно, умеешь что-то делать, не умеешь. Выживет ли артист, не выживет ли? Да, я первый раз попробовала себя в роли альпинистки. Без подготовки сразу, на секундочку. Потому что высота была больше двух тысяч метров. Скажи, пожалуйста, сейчас на айпетре есть такая табличка, что здесь снимался... На гору полетать. Да, клип. Конечно. Молодцы. Ну, слава богу, что все живы-здоровы, и все получилось. Кстати, вот эти вот неподдельные эмоции, они видны очень в клипе. Да, вот я подумала, что здорово, что так получилось, потому что все эмоции на самом деле были настоящими. Вот страх в глазах. Все это было правдой. Я видела ваш клип «Дурочка» на песне «Дурочка», и там тоже триллер самый настоящий. Ну, понятно, теперь одна рука режиссера, да, это... Режиссеру там, кстати, отомстили. Они его в пакет засунули и скотчем замотали. Друзья, да, если любопытно, ищите в интернете, смотрите, может быть, через какое-то время в нашем эфире этот клип появится. Но сегодня посмотрим другой, самый свежий, крайний, да, который получается так. Ну, вот это уже будет чуть позже, пока мы должны прерваться недодолго. Оставайтесь с нами. Как в нее, друзья, не влюбиться невозможно. Полина Новикова в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Романтичная, музыкальная и улыбающаяся. Да, группа «Летать», именно та группа, которую возглавляет, которую украшает Полина, ну, является главным, естественно, человеком в этой самой группе. А между тем ведь очень серьезные люди в музыке занимаются и помогают тебе, Полин. Да. Очень серьезные. И это и Александр Шевченко. И Александр Шевченко в том числе. Вот в интернете написано, что он... Как-то там интересная формулировка какая-то, что он занимается образом и чем-то там еще, стилем группы. Ну, можно так сказать. И мы, конечно, очень гордимся нашей командой. А что, вы не даете, Саша, написать вам песню? Мне помогает, кстати, вот Саша именно тот человек, который подтолкнул меня на то, чтобы я начала писать песни. Ну, давай сама, конечно, скажу. Сочи, ты тратил. Первая песня, вот это было, собственно, совместно, в соавторстве с Сашей. Да, и команда у нас действительно очень классная. Юрий Усачев. Юрий Усачев, наш саунд-продюсер. Александр Пономарев, наш продюсер. Он известен там по группам Сплин, Би-2. Конечно, это было очень круто для нас, молодых музыкантов, что нас поддержали такие люди. По всей стране спрашивают, как же встретиться с такими людьми, расскажи. Должны звезды сойтись, как научиться, да. Думаю, просто так случайно вышло, что мы познакомились с Сашей Пономаревым. И он заинтересовался и пришел к нам на репетицию. То есть показали музыку Пономареву. Мы показали, он пришел. Хотя это было очень смешно, потому что у нас очень долго не получалось состыковаться. Потому что всегда у него что-то возникало. То есть мы переносили встречу раз в 10, и мы уже подумали, что, ну, наверное, не судьба. Или там из вежливости, может, говорит. Но в результате он извинялся и говорит, ребята, мне правда важно, мне правда интересно. И он пришел. Мы играли целую репетицию, все песни перед ним. И ему действительно понравилось. Как раз он отметил песню «Там, где тебя нет». И вот с этого началось. И Саша нас познакомил уже с остальными участниками нашей команды. Юрой Усачевым, с Александром Шевченко. Вот Саша Шевченко для меня, наверное, такой главный учитель и гуру. Как мы его называем, волшебник шум, действительно. Я вот как раз хотела спросить у тебя, Полина, ну, такие люди, которые уже сто лет в шоу-бизнесе, боже мой, ну, знают вообще все, ни у чему не удивляются. И, конечно, есть у них свои, наверное, методы воспитания, секреты какие-то. Как обычно происходят вот эти встречи с тобой. Они говорят, ну, Полина, больше, знаешь, так ругают, осуждают или мягко, тактично делают пожелания. Я его называю, большой папа такой для меня. Не этот человек, который себя вдохновляет. Он добрейший, конечно. Скажи, пожалуйста, учит ли он тебя искусству буриме и ловить рыбу? Ловить рыбу? Он показывает свои фотографии, конечно, с рыбалки. Вот недавно он как раз был. Помню, где он был. Мы видели все в фейсбуке, ставили лайк там, где он был. Да, да, да. Меня, конечно, поражает то, как он сходу сочиняет песни. Это реально что-то, просто чудо какое-то происходит. Ну, стремись, Полина. Если ты уже начала писать, я думаю, что это, в общем-то, тоже не за горами. Все достигается упражнением, надо сказать. Мы знаем, что в ближайшие денечки ты подготовила сюрприз для своих поклонников. Это правда. Рассказывай, давай, что это очень интересно. К мнению наших поклонников, к их комментариям по поводу клипа там, где тебя нет. И на самом деле были одни положительные, ну, очень много положительных комментариев. Было очень приятно. Но многие люди писали о том, что ну как так, такая классная песня, такой красивый клип, ну как же такой финал трагичный, все рыдают, вся страна рыдает. Федерация альпинизма не написала тебе протест? Пока нет. Ну, зато продажа антидепрессантов выросли, я думаю. Да, и, в общем, многие жаловались на наш финал, и мы решили снять альтернативу. Можно сказать, что это продолжение клипа. Очень короткий ролик, там, наверное, до минуты он будет, с хэппи-эндом, о том, как все-таки Володя, наш герой. Но при этом звучит тоже песня, это как бы маленький клип получается, или? Это уже будет отдельный. А можно склеить, чтобы получился вот... Я думаю, нет, потому что локация совершенно в другом месте. Не будем раскрывать все карты. О, интересно, да. Да. Но снимали мы в больнице. В общем, поклонницы Владимира Гуськова, да, те, кто ходит в театр Маяковского, порадуются тому, что же произошло там в альтернативном финале клипа. Да. Мы обязательно продолжим общаться, друзья, с нашей гостью, Полиной, поговорим о группе «Летать». Наконец, посмотрим, увидим клипы, но еще кое-что интересное для вас готовим. Так что оставайтесь с нами. Друзья, не только в эфире телерадиоканала «Страна-ФМ». Сегодня лидер команды «Летать» Полина Новикова, но и в Инстаграме Полины Новиковой. Да. В прямой эфир. В пользуясь случаем, я все хотела сказать, да, что у нас сейчас прямой эфир в Инстаграме, так что кому интересно, подключайтесь. И в Инстаграме мы «Летать-бэнд». Правда, пишется очень странно «Летат-бэнд». Почему так? Ну, потому что мягкого знака, к сожалению, нет в Инстаграме. И также в Фейсбуке, ВКонтакте, группа «Летать» с восхитительным знаком. Там всю информацию можно о нас найти. Полин, ну мы вот уже буквально через несколько минут прям готовы запустить в эфир ваш клип «Там, где тебя нет», группа «Летать». Наконец, посмотрим его еще раз с огромнейшим удовольствием. Ну, хотели бы еще немножко от тебя послушать подробности, как снимался этот клип. Сколько времени в итоге вы провели в Крыму? Ой, в Крым мы летали два раза в результате, потому что сначала мы хотели снимать первую часть. Нет, зачем мы хотели снимать первую часть, это вот, собственно, лавстори, романтика, любовь. И мы снимали это все в Ялте. И полетели мы первый раз туда в феврале, было так прохладно довольно-таки. Нужно было прыгать в бассейн, в одежде. Вот как раз там есть первый кадр, как раз, когда мы падаем в воду. Было на тот момент плюс 4 градуса, было очень холодно. Крики не вошли, конечно, в клип, потому что крики были нечеловеческими, наверное. А финал должен был быть трагичным, по задумке. И мы думали вообще о какой-то другой концовке, про горы никто не думал. Мы подумали, ну, дальше решим. Пахнулись оригинально. Мы собирались продолжение снимать в Москве, потом поняли, что что-то мы не успеваем. Говорим, давайте другой финал. Ну, можно, пусть они вместе чем-нибудь занимаются. Там, мотоциклы, не знаю. В общем, придумывали смерть для Володи Кузькова. Придумали альпинизм. Говорим, давайте в Крым. Давайте опять. Там уже хорошо. Красиво, снег, да. Ну, на самом деле, нам просто хотелось еще раз летать в Ялту. Тогда уже на тот момент это была весна, солнышко. Вообще все было замечательно. Так что, да, снималось все в Крыму. Я очень давно не была в Крыму, так что... Здесь все удалось вместить. Очень красиво. Вместить удалось. Да, и красоту, и отдых. Да, и столько нам мест довелось увидеть. Насколько легко тебе, вот будучи певицей, дались актерские моменты, да, в Крыму? Да, даже уже рассказывала Роме, что там я занималась, я занималась. До этого я еще в детстве занималась довольно долго актерским мастерством. Но сейчас мне снова хочется этим заняться. Очень мне это интересно. То есть ГИТИС может тебя дождаться? Ну, ГИТИС, конечно, это слишком круто, наверное, для меня будет. Но хотя бы на какие-то курсы я бы хотела пойти. Вообще, я очень много опыта получаю во время самих съемок, собственно, работая с режиссерами. А тем более режиссеры дают такие предлагаемые обстоятельства, что там даже самые спящие актерские способности, мне кажется, сопроводятся. А недавно вообще, год назад, ровно нам удалось сняться в сериале, который скоро выйдет, «Солнечный круг» называется. Это не на первом ли канале? На первом канале он будет. И, собственно, время, это конец 70-х, такие хиппи. И снималась я и наш басист Семен. Мы играли как раз музыкантов. Очень смешную одежду у нас надели, такие джинсы-клеши с высокой талией, такие яркие рубашки. Мы были музыкантами. Подождите, Семен это не тот, который король у озера Селигер? Нет, не он? Нет, его не было на Селигере. Не было, да. Смотрю, как вы все просмотрели. Мы все знаем о вашем. Так, ребята, давайте теперь уже скорее смотреть клип. Там, где тебя нет. Группа «Летать». Ближе к телевизорам, громче приемники. Получайте удовольствие. Солнечный день, тень, не уноси сна. Там, где мы вместе, где птицы и тишина. Там, где так просто нам вместе встречать рассвет. Не оставляй меня там, где тебя нет. Я соберу все, но не смогу понять. Я расспрошу тех, кто что-то мог знать. Я подожгу себя, чтобы ты шел на свет. Не оставляй меня там, где тебя нет. Там, где тебя нет. Ночью метет метель. Желтый горит свет. Просто открой дверь. Просто войди в дом. Скройся от всех бед. Чтобы уснуть в твоем дар. Где тебя нет. Скройся от всех бед. Солнечный день, тень, не уноси сна Там, где мы вместе, где птицы и тишина Там, где так просто нам вместе встречать разве Не оставляй меня, где тебя нет Ой, красивая, драматическая история Поближался, клип такой получился, такой мини-кино Да, очень здорово Группа «Летать там, где тебя нет», друзья И у нас в гостях вот Полина Новикова Скромная Полина Новикова Очень скромная Полина Новикова А я вот еще повторю то, что говорил тебе вне эфира Что в данном случае все сильно очень Не клип, безусловно Еще и музыка, и вокал, и стихи, разумеется Ну, Полин, после такой-то работы будут ждать-то от вас Ну, если не сильнее, то хотя бы так же по уровню сильнее Обязательно, вот Да, и вот я, да, хотела рассказать как раз до клипа Про этот сериал «Солнечный круг» Мы исполнили свою песню Песня называется «Дикая кошка» Если честно Это была моя вообще первая песня Я ее пела в девятом классе Записала на диск, раздавала всем одноклассникам Потом кто-то подсмеивая, подшучивала Она говорит, что это дикая кошка, что это за песня И я что-то так стеснялась вообще И перестали мы петь эту песню Естественно, потому что мне было 13-14 лет И тут эта песня снова вернулась Я думаю, господи, кто мог подумать, что придется снова ее петь И она так понравилась, она в стиле Агузаровой Мы ее записали И настолько понравилась продюсеру и режиссеру сериала, что они взяли ее в заглавные титры Поэтому мы с нетерпением ждем Слушай, ну насколько я понимаю Чтобы нам не вызвали ее срочно К группе «Браво» у тебя очень теплые чувства в целом, да? Очень любишь эту команду Люблю Это вы на что намекаете? На Агузарова, что ли? Агузарова работала в группе «Браво», понимаешь? Да, нет У меня есть и друг хороший Он саксофонист группы «Браво» Олег Кудрявцев Поэтому с ним уже мы ездили на Селигер Вали, ну так дальше поклонникам группы «Летая» Значит, ждать от вас «Дикую кошку» Да Когда? Вот, надеюсь, уже команда занимается озвучкой сериала Так что мы вот тоже записали Буквально неделю назад закончили запись песни Сейчас занимаемся сведением Так что скоро Подумываешь ли ты уже о клипе? И там Ну клип Сколько там будет смертей? Прости, господи Песня веселая, там такой рок-н-ролл Так что Смотрите, там кто-нибудь Добудется весело И коты Скажи, пожалуйста, а как Филипп Кружков относится к творчеству команды Я поняла, вот я говорю На что-то вы намекали Это про группу «Браво» Ну расскажи, расскажи Да Лидер команды «Моды» Группы «Моды» Не буду скрывать Мой молодой человек Фил Кружков И он прекрасно относится к творчеству «Летать» И человек, который помог мне действительно на начальном этапе Помогал мне взлететь Наверное, дал мне уверенности в себе Разбирал со мной многие песни в разных тональностях Как лучше спеть Потому что у него опыта явно побольше, чем у меня Поэтому я у него постоянно учусь И очень благодарна ему Полин, вопрос, на который тебе просто нужно смириться И быть готовым всегда отвечать во всех городах и весях С любыми журналистами И новенькими, и уже опытными Старенькими Да Почему же все-таки вы решили назвать команду «Летать»? Министерство авиации спрашивает Все ждут интересных историй Но все было очень просто и банально На тот момент, когда мы только собрали группу с музыкантами И я еще вообще не думала о том Опять же, что это будет профессия И все так будет серьезно Но подумали, как же мы группа Наверное, надо что-то придумать Давайте выберем звучное яркое название И что-то у нас ничего не придумывалось Мы говорим, давайте так Это очень сложно, чтобы оно появилось Давайте сядем в круг И просто будем называть от балды слова какие-то Первый приходящий наук Это был просто хумус, огурец, лампа, прожектор Группа лиц был вариант Такие, о, группа лиц, классно вообще Такая идея, как группа игрослов Полезли в интернет, такое название было Да что ж такое И вспомнили, что вообще-то у нас Самая главная наша первая песня Это песня «Летать» Почему бы и нет Это действительно такое состояние нашей души Состояние полета Когда человеку хочется взлететь Спасибо Ну вообще, конечно, должны вас сейчас подхватить Все авиакомпании Наши, да, аэропорты Сделать тебя лицом непременно Ну и, конечно, группа ваша должна Я так думаю, даже звучать в самолетах Когда вот люди на посадку проходят Как раз Когда будет самолет летать Песня будет звучать Хорошо Друзья, мы, конечно, продолжим еще общаться С Полиной Новиковой Оставайтесь с нами А пока у нас вот Ну как раз артист Который, мне кажется, близок для Полины Новиковой Валерий Сюткин Специально, специально подгадали Да, человек тоже, который работал много Браво Валерий Сюткин Она еще остается с нами Полина Новикова В эфире Группа летать Итак, друзья, мы летим дальше Расспрашиваем Полину о том Что у нее интересного в жизни происходит В музыкальной, ну и, собственно, вообще в жизни Дело в том, что лето на дворе Лето, да Какое бы оно ни было Лето Отдохнуть Как-то ты его проводишь Вот так, как лето Куда отдыхать? Еще три года только на сцене Первый отпуск после пяти, как минимум Ну вот так, что-то летом я здесь Но скоро я прям не могу дождаться Вот в августе лечу в Грузию Первый раз И всегда хотела Вот, так что будет такая суперпоездка Организовывает грузин настоящий По местам, где он родился То есть мы с семьей едем И вообще с их друзьями Так что будет такая Мы серьезно все Мы вот хорошего тебе отдыха Будем следить за сообщениями у тебя В инстаграме, в соцсетях Спасибо Вот и вот с Ромой знаем, что сейчас Помимо твоих поклонников Наших поклонников, я имею в виду А, у нас есть поклонники Ники Торо Смотрю еще два очень-очень Твоих горячих Бурных таких фаната Если можно выразиться Это дедушки родные Это мои дедушки Я им передаю привет Давай передать им привет Пламенный, горячий Витя и деде Вот, большой привет Они всегда следят Тоже очень радуются за меня Я так благодарна И очень рада, что они со мной Вот, один дедушка Он живет в Сергееве Посаде Это человек, который со мной Еще с самого детства Мы с ним сидели у окна И пели песни разные А, какие? Клен-то мой опавший За окошком света мало Мне кажется, что дедушка Наверное, думает Все-таки вот Это благодаря мне Не зря, не зря пели Укладывая у меня спать Всегда с песнями Так что вот, может быть И благодаря ему Пошло такое творческое начало В том числе, конечно Конечно Вот Так что всем-всем привет Очень вас люблю Это же такая мощная поддержка Когда вот такие Наши близкие родственники Тем более вот уже Такого старшего поколения Это очень важно Долгих лет жизни Спасибо Еще будет масса-масса-масса Поводов для гордости За внучку Для радости Спасибо Да, мы тебе искренне желаем Мы, конечно, ждем Осенью альбом Осенью, да Ну, мы готовы Мы готовы, готовы Пластинка Наметили уже, скажу всем По секрету Участие в программе Концертный зал Здесь Так что будет Я по поводу альбома Пластинка будет В цифровых носителях Или на дисках По старинке Ну-ка расскажи Во всех носителях Скорее всего Даже и винил будет, Полина Мы, если честно Мы об этом думали Думали сделать Как подарочный вариант Винил Ну, это просто Пока в планах Еще неизвестно Концепция альбома Какая будет? Романтика Или что-то другое? Расскажи Ой, мы, если честно Мы так уж прям Не задумывались еще Над такой концепцией Но вот планируем Скоро начать Записывать все песни Да, ребята вообще не знают Они даже клип снимают Они даже не знают Почему будут Они уже давно готовы Просто мы ждем Моменту подходящего Чтобы презентовать альбом Потому что на тот момент Когда о нас еще никто не знал Было глупо презентовать альбом Многие так делают Многие так делают Может быть, да Поэтому ждем Ждем момента Как тебе кажется, Полина Группа летать уже на сегодняшний день Пусть за достаточно еще Короткий срок существования Да юный Возраст такой Удалось ли вам Нащупать И уже точно определиться В своем стиле Направлении, в котором будете Или возможно Какие-то эксперименты И неожиданные такие повороты Дикая кошка Это большой эксперимент Я вам скажу Потому что у нас очень много песен Как раз таки лиричных И медленных И вот сейчас Скоро мы выпустим Кстати, наш живой концерт Мы недавно снимали В студии CineLab Специально для наших поклонников Слушателей Живой концерт Чтобы люди побольше узнали О нашем творчестве Потому что пока можно увидеть Только клип дурочкой Там, где тебя нет И люди задаются вопросом Что же еще Ребят есть Поэтому мы будем Выкладывать на YouTube Спасибо Спасибо Ну и к нам приходи Со всей командой Еще раз ждем Большое спасибо За поддержку Молодых групп Было очень здорово Прийти к вам И столько позитива Энергии Спасибо огромное За потрясающе Красивую песню Клип И конечно ждем Новых работ Успехов Спасибо Полина Новикова Друзья Группа Летать Спасибо большое Всегда рада Спасибо всем Пока Пока